Особое мнение на 101FM Мы в процессе эфира следим Если будут поступать интересные вопросы Будем, конечно, их задавать Ну вот, есть один вопрос Он напрямую не связан с вашей профессиональной деятельностью Но как общественник, как член общественной палаты Наверное, вы сможете ответить Задают вам вопрос Денис, как вы считаете, зачем власти до сентября Занимают театральную площадь продуктовой ярмаркой? Тут я слушателям должна пояснить Что в очередной раз администрация города сообщает Что на театральной площади будет работать торговая ярмарка Осуществлять торговлю будет центральный рынок Муниципальные предприятия установят на главной площади города Торговые павильоны в виде избушек Продавать в них будут продукты и готовые блюда и выпечку Власти хотят сделать ярмарку ежедневной И она будет работать до сентября Избушки, говорят, уже стоят в скверике за сценой Пока, правда, закрытые, не работающие Вот такая история Ну, то есть главная площадь города, вроде бы, да А при этом превращается, ну, в некое, я не знаю, там, рынок, не рынок Там, ярмарку, не ярмарку, что-то такое Насколько это уместно, как вам кажется? Ну, на данный момент, конечно, мне очень затруднительно Здесь говорить за или против Потому что я об этой новости узнал только буквально два часа назад Из средств массовой информации И мотивацию со стороны администрации Я пока тоже там не успел изучить Возможно, речь идет о том, что будут стоять стационарные объекты торговли Как было раньше, по периметру театральной площади И, соответственно, ту часть театральной площади А именно центральную, которая была раньше отдана под прогулки граждан Под проведение каких-то массовых мероприятий и так далее Досуговых развлечений Она будет и дальше отдана на откуп этих мероприятий Возможно, речь идет там о том, что ларьки Как мы сказали уже, избушки будут находиться по периметру Будет продаваться мороженое и так далее Напитки, кофе Чтобы те, кто желает в процессе прогулки Насладиться той или иной продукцией Смогли это легко осуществить Возможно, речь про это Если речь все-таки идет о том, что театральная площадь будет превращена в рынок То, наверное, здесь, конечно, это будет, наверное, не совсем правильно Почему? Ну, все-таки, я думаю, что центр города, театральная площадь Должна, наверное, приносить людям пользу в виде прогулок, развлечений и так далее Проведения каких-то мероприятий Нежели использовать в качестве рынка Потому что рынки у нас, в принципе, на равном удалении Есть центральный рынок, есть конецкий рынок Я все-таки думаю, что речь идет, наверное, про первый вариант То есть больше для отдыхающих А не для тех, кто просто едет раз в неделю за продуктами такими Ну, конечно, по периметру магазинов немало Поэтому, я думаю, что проблем закупиться той или иной продукцией нет сейчас Надеюсь, ответили мы на вопрос нашего слушателя Еще одна важная тема, тема последней недели Которая довольно живо обсуждается Это история с голосованием по поправкам в Конституции Как сообщает нам ЦИК На 28 июня, то есть на вчерашний день В Кировской области проголосовало Более 227 тысяч человек Напомню, в регионе у нас там более миллиона проживает И согласно данным экзитполов Это вот опросы на выходе уже Из тех людей, кто согласился ответить на вопрос За проголосовали 76% Против поправок проголосовали там 23,5% Ходили ли вы сами на это голосование И планируете ли, если не ходили еще? Ну, я еще не сходил Но планирую 1 июля, в день голосования Потому что, как правило, я работаю до позднего вечера Избирательные участки уже закрыты И выходные, в принципе, я тоже больше времени работаю, чем нет Поэтому я для себя определил, что 1 июля Это мой день для голосования Но вы пойдете, то есть вы считаете это важно Почему? Ну, я часть поправок, которые успел и смог изучить Большую часть поправок Я все-таки считаю, что их я поддерживаю всецело Поэтому я считаю, что как гражданин должен отдать долг проголосовать за эти поправки То есть у вас ответ будет да, я так понимаю Да, здесь секрета нет Еще вопрос Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что голосование за такой важный документ, как Конституция Все-таки как-то слишком, как это сказать Ну, не смешно, конечно, но немножко странно выглядят Все эти вот фотографии, которые мы видим там с голосованием на пеньках И с багажником машины, на детских площадках, на спортивных площадках, под березой, там еще где-то Что это слишком, ну, как-то по-простецки, что ли, выглядит, да? Все-таки Конституция, наверное, как-то более там торжественная надо было оформить, нет? Ну, я, насколько знаю, часть избирательных участков, которые находятся в учреждениях Школьных, образовательных и так далее Они на сегодняшний день пока не работают А 1 июля все-таки, насколько я слышал, как предполагается, они откроются Но для того, чтобы проголосовать граждане смогли намного раньше То есть за неделю до единого дня голосования Вот как раз такими методами и воспользовалась избирательная комиссия Насколько можно судить о том, хорошо это или плохо Ну, наверное, там у каждого свое мнение Я все-таки пойду на свой избирательный участок, который у меня находится Стационарный Стационарный, да, поэтому Со всеми средствами индивидуальной защиты А не на пеньке голосовать Но в голосовании на пеньке вы ничего страшного не видите? То есть вам кажется, что Ну, вот в этой ситуации лучше все-таки доступность Или лучше какой-то внешний антураж? Ну, я не скажу, что прям не вижу страшного Но и не хочу там придираться к тому или иному там варианту голосования Но я считаю, что уже раз на то пошло, наверное, проще как-то заочно проголосовать Тем более сейчас для этого все инструменты есть Или на дом вызвать Да, или на дом вызвать Я думаю, что здесь-то, конечно, можно было бы, наверное, немножечко как-то это по-другому Оформить Оформить, да Но здесь надо понимать, что О дате голосования Ну, были уведомлены все, наверное, там слишком За короткий промежуток времени То есть если раньше мы знали, что там За год, да, дата голосования тех или иных там выборов Различные органы То здесь, мне кажется, что времени у всех подготовиться, наверное, было настолько мало Что, тем более там в условиях коронавирусной инфекции Время работало не на нас Поэтому Что есть, от того и пляшем Что есть, от того и пляшем Денис Прлок в нашей студии Член общественной палаты Кировской области Генеральный директор автотранспортного предприятия Давайте тогда к транспортным темам перейдем Пока вопросов у нас на сайте новых не появилось Мы за ними следим И я бы хотела вас вот о чем спросить, Денис Ну, во-первых, конечно, возобновилась ли ваша работа Работа вашего предприятия в полном докарантинном формате Нет, к сожалению, у нас работа в докарантинном формате не возобновилась Ну и, наверное, надо быть оптимистом В ближайшее время не восстановится Хотя бы потому, что образовательные учреждения Они пока не планируют Ну, то есть у них каникулы начались Пока не планируют открываться Откроется ли с 1 сентября Ну, нам тоже пока неизвестно Соответственно, если учесть, что в апреле Пассажиропоток падения было примерно 70-75% А сейчас наоборот 20-25% То, в принципе, ну, уже радостные там настроения у нас появились Но, тем не менее, мы за два месяца ушли в многомиллионные убытки Которые пока неизвестно, как мы их будем восполнять Мы все-таки надеемся, что будут какие-то привилегии Со стороны правительства Российской Федерации По крайней мере, обсуждения идут Насколько я знаю в правительстве Мы, я являюсь членом правления Ассоциации развития автовокзалов страны Мы тоже, в принципе, от своей ассоциации Обращались в Министерство транспорта Российской Федерации В Минэкономразвитии И у нас уже есть на руках документы Которые дают нам надежду на то, что меры Которые получили субъекты малого и среднего предпринимательства Будут расширены и на крупный бизнес А мы, напомню, являемся крупным бизнесом Соответственно, часть мер, которые были направлены на субъекты МСП Мы их не увидели, не получили Не получили, не могли воспользоваться Соответственно, сейчас, в принципе, у нас идут переговоры с Минэкономразвития Российской Федерации Чтобы эти меры тиражировать и на крупный бизнес Но на транспортный, именно на перевозчика Да, мы являемся сферой, которая наиболее пострадала В том числе, поэтому здесь я тоже считаю, что огромное спасибо И правительству Кировской области, и правительству Российской Федерации То есть мы вошли в перечень субъектов Системообразующих предприятий И субъектов, которые пострадали Поэтому я думаю, что все-таки, если до коронавируса я понимал, что к концу года мы выйдем в плюс То сейчас, конечно, о плюсе говорить сложно Но, по крайней мере, предприятие будет четко стоять на ногах Я думаю, что так оно и будет А я правильно понимаю, что в связи с падением пассажиропотока До сих пор вы не вышли на вот такой плановое штатное количество машин на маршруте Нет, машины на маршруте мы выпускали в строгом соответствии То есть единственное с 1 апреля по 5 апреля мы выпускали примерно на 40-45% подвижного состава меньше Это когда была самая жесткая вот эта карантинная неделя Пассажиров практически вообще не было в общественном транспорте Соответственно, затраты, чтобы лишнее не нести и сэкономить средства предприятия Нами совместно с администрацией было принято решение сократить количество подвижного состава После чего на оперативном штабе Игорь Владимирович дал поручение возобновить работу общественного транспорта Всех предприятий города Кирова Соответственно, мы сразу же это незамедлительно сделали И, тем не менее, пассажиропоток, конечно, от этого выше не стал Но на сегодняшний день он составляет 73-75% от прошлого года От стандартного, да? Да, соответственно, если учесть, что в прошлом году и предыдущие годы предприятия пассажирского транспорта Работали достаточно в большие убытки То несложно посчитать, что мы сейчас тоже работаем в огромные убытки Да, а что люди говорят, которые работают у вас на предприятии? То есть я так понимаю, что все равно зарплаты, наверное, частично пострадали Там же, наверное, от выручки у вас зависят они в какой-то степени Ну, я скажу по предприятию, которое возглавляю я На данный момент у нас уже со среды новая система оплаты на предприятии будет То есть, да, на предприятии была система оплаты такова, что водители и кондукторы Большую часть своей зарплаты получали за пассажиров Ну, с единицы, с головы, что называется Об этом много вели разговоров и с главой администрации, и с главой города Кирова, и с депутатами Что нужно уходить от гонок, нужно уходить от привязки к выручке Соответственно, я, как пришел на предприятие 4 месяца назад, сразу начал вести работу И продолжать работу по изменению системы оплаты труда сотрудников линейных Соответственно, мы выработали тот механизм, который устраивал бы и сотрудников, и нас Уведомили за 2 месяца, как полагается, и с 1 июля мы переходим на новую систему оплаты труда Что касается оплаты в коронавирус, то до начала пандемии мне удалось поднять заработную плату на 8% водителям и кондукторам Если учесть, что заработная плата несколько лет не поднималась, то, в принципе, 8% я считаю, что это неплохое повышение, неплохой стимул Соответственно, сейчас сотрудники получают на уровне среднего заработка, не меньше Средний заработок у нас, не секрет, это 35 тысяч рублей для водителя и 21 тысяча рублей для кондуктора 20-21, поэтому это не мрот никакой Соответственно, в условиях пандемии я считаю, что это неплохая заработная плата Никто работы не лишился, никого мы насильно в отпуск не выгнали, в отгулы не выгнали То есть, все как положено, мы делали Кто уходил на самоизоляцию, им понятно, что все оплачивалось Кто работал, для них у меня отдельные слова благодарности Я все-таки преклоняюсь перед работой водителей и кондукторов, которые именно в этот период работали Во-первых, это обязательное ношение масок, в которых, честно говоря, час-два на совещании просидеть довольно-таки сложно Коллеги работают по 12 часов Во-вторых, это обязательная дезинфекция салонов автобусов после каждого рейса Я тоже, опять же, понимаю, насколько это сложно С учетом того, что кондукторам нужно успеть перезагрузить валидаторы, чтобы все было сделано по правилам Нужно успеть, безусловно, попить, покушать и так далее И еще успеть салон автобуса обработать Труд адский, поэтому я еще раз говорю, что я очень благодарен всем, кто исполняет свою работу надлежащим образом Есть, конечно, те, кто не сильно стремится улучшить наш общественный транспорт как внутри, так и снаружи Но к тем мы применяем меры дисциплинарного воздействия Денис, а я правильно понимаю, что вся вот эта вот история с масками, дезинфицирующими средствами и прочее Это тоже дополнительная нагрузка на предприятие? Вы не получили никаких субсидий на это? Ну, мы на сегодняшний день, именно целевые субсидии, конечно, они там никому не выдавались Но с учетом того, что транспорт общественный попал в сферу как раз социально значимых Которые пострадали от коронавирусной инфекции Нам была оказана поддержка, об этом средства массовой информации тоже уже писали В мае мы получили порядка 32 миллионов рублей на возмещение недополученных доходов Ну, насколько я знаю, там, по крайней мере, обсуждается вопрос, чтобы еще дофинансировать предприятие Понятно, что если с учетом того, что мы сработали за два месяца в минус 183 миллиона, то 32 миллиона Не покрывает, конечно, даже Ну, 32 миллиона, да Не совсем, конечно, покрывает, но я думаю, что, в принципе, правительство Кировской области ведет работу над этим Поэтому я искренне надеюсь, что часть средств какая-то будет еще оказана Более того, мы сейчас пользуемся теми мерами поддержки, которые есть у нас на федеральном уровне Это не секрет, что мы в ближайшее время возьмем кредит, который при определенных условиях через год Может нам полностью списаться за счет государства, это тоже немалое средство И, в принципе, я думаю, что они нам помогут держаться на плаву Большой ли кредит? Ну, для нашего предприятия он получается в размере 130 миллионов рублей Ну, то есть я повторю, что мы пока ни рубля не платим, если мы выполняем условия работы своей То есть это 90% сотрудников остаются, предприятие работает и дальше, там не банкротные, никаких проблем у него нет Заработную плату сохраняете Да, поэтому я считаю, что эти условия мы исполним, мы обязаны их исполнить Потому что, опять же, скажу, что мы пассажиров не имеем права оставить без транспорта Поэтому мы уже на финальной стадии получения этого кредита Еще один есть такой вопрос Скажите, пожалуйста, вот вся эта история с коронавирусом, она на вашем штате сотрудников как-то сказалась? То есть заболел кто-то, может быть, не дай бог там, да? Или, не знаю, ну вот вы сказали, что были люди, которые, видимо, испугались все-таки работать, да? И пошли на самоизоляцию Ну, во-первых, по рекомендациям Роспотребнадзора, контингент 65+, мы обязаны были отправить на самоизоляцию Только тех, кто не хотел, а хотел оставаться работать, мы оставляли Соответственно, эти сотрудники воспользовались своим правом Их тоже у нас немало, к сожалению и к счастью Сейчас, на сегодняшний день, на самоизоляции находится немного Да, были те, кто переболел коронавирусом По крайней мере, мы все рекомендации Роспотребнадзора исполняли не просто там на бумаге А на самом деле исполняли, соответственно, допустить распространение коронавирусной инфекции на предприятии нам удалось Не допустить, да Сейчас скажу сразу, что видя и понимая, откуда наши сотрудники заразились этой коронавирусной инфекцией Я понимаю, что не все крупные предприятия, к сожалению, исполняют, как положено, рекомендации Роспотребнадзора Например, у одного сотрудника жена работала в госорганах Соответственно, благо, что сотрудник находился в отпуске И не выходя из отпуска, уведомив нас, мы приняли решение Ушел на больничный Да, ушел на больничный У другого сотрудника на крупном заводе в Кирове работала жена Соответственно, также нам удалось его сразу же Когда узнали, что есть риск заражения Мы его отправили на самоизоляцию То есть он все, как положено, получил больничный Ну и у третьего сотрудника, у него сын приехал из невыглополучного региона То есть мы сразу же отправили на самоизоляцию И, соответственно, тоже, в принципе, на работе он ни с кем не контактировал То есть вот эти вот случаи заражения, это все-таки заражение в семье Извне, да Извне А такого, чтобы от пассажиров заразились? Вот эти случаи были или нет? Здесь скажу так, что у нас... Или не установить никак? Нет, установить это, в принципе, все можно У нас таких случаев не было Хотя бы потому, что у нас ежедневно налажен контроль Измерения симптомов, температуры сотрудников перед выездом на линию Всех сотрудников через проходную мы также бесконтактными термометрами проверяем У нас все средства дезинфицирующие установлены, где положено Закуплены не менее, чем в пятидневном объеме На предприятии строго соблюдается масочный режим Проветривание, уборка, дезинфекция Поэтому, ну, изучив вот эти три случая детально Я вижу, что они занесены были из других источников Вот смотрите, я почему вас спросила Потому что, ну, не секрет У нас слушатели об этом спрашивают Да, и когда мы темы эти берем с коронавирусом, связанные так или иначе У нас очень много от людей бывает вопросов Почему невозможно сделать так, чтобы все пассажиры в общественном транспорте находились в масках? То есть заходишь, садишься в салон автобуса, троллейбуса, неважно Надеваешь маску Только так Вот это возможно вообще сделать с точки зрения рабочего процесса И можете ли вы как-то обязать пассажиров в ваших масках находиться? Потому что не секрет, бывают там рейсы и какие-то промежутки на рейсе Где много народа находится в салоне Не всегда получается соблюдать социальную дистанцию Были ли мысли такие? Ну, мыслей, безусловно, таких не было Потому что, изучив опыт других регионов, в том числе Татарстана Где мы видим, что доходило и до рукоприкладства Когда выгоняли пассажиров общественного транспорта без масок Без средств индивидуальной защиты Безусловно, до этого доводить мы категорически не хотим И не будем повлиять на пассажиров Как-то их наказать и так далее Мы тоже не имеем права Это прерогатива и подведомственность сотрудников полиции Заобязать выйти пассажиров без масок Но я знаю, чего наслушаются наши кондуктора и водители Поэтому... Решили не обострять Да, конечно, потому что здесь ситуация такая же, как и с детьми И нельзя выгонять из салона И я вам скажу, что толпы катаются И этим правом манипулируют детей именно Поэтому здесь ситуация примерно схожая Выгнать мы не имеем права Но и не хотим, и не будем этого делать Потому что мы должны работать на пассажиров То, что они не соблюдают по каким-то причинам Понятно, что это на совести каждого отдельного пассажира Мы со своей стороны стараемся соблюдать Да, не спорю и не буду лукавить Что не все водители, не все кондукторы Соблюдают должным образом требования и рекомендации Роспотребнадзора Но хотя бы потому, что кто-то прочитал в интернете Что Всемирная организация здравоохранения На рекомендации, которые ссылаются как раз в Роспотребнадзор Наоборот, говорят, что маски это скорее нет, чем средства защиты Поэтому переубедить того или иного сотрудника бывает иногда очень сложно Да, наказываем рублем, наказываем как-то устно и так далее Но это на подсознательном уровне каждого человека Но при этом, если бы все пассажиры, конечно, ездили в масках Мне кажется, водителю и кондуктору было бы не так обидно, по крайней мере Да, да Хорошо, я все-таки вот к сознательности пассажиров хотела бы воззвать Вы ведь понимаете, да, что там водитель, особенно кондуктор в салоне транспортного средства Это человек, который мало того, что своим здоровьем рискует Да, вот если он, не дай бог, заболеет, он же может это по цепочке и дальше передать Поэтому, если у вас все-таки есть возможность и нет предубеждения прямо вот такого жесткого против маски Пожалуйста, пользуйтесь индивидуальными средствами защиты И не подвергайте опасности жизни других, жизни, здоровья других людей Денис, коронакарантин, эта ситуация с коронакарантином как-то сказалась на планах установки видеокамер в салонах Мы говорили об этом как-то и вроде бы планировалось изначально оснастить к августу, по-моему, месяцу, да, весь подвижной состав Потом было, кажется, немножко там сдвижение было сроков до сентября Да, но сейчас, в принципе, сроки до сентября, они вполне реальные У нас вот как раз через пару дней закончится конкурс на приобретение как раз комплекса фото-видео фиксации То есть старые объемы мы выбрали, соответственно, новый конкурс проводим И уже, я думаю, что как раз нам три месяца хватит для того, чтобы оснастить То есть у нас остался процент, небольшой процент, 25, оснастить комплексами фото-видео фиксации автобусы и троллейбусы Как это будет работать? То есть вот эта вот картинка... А это уже работает Ну да, эта картинка, она где хранится? Это хранится все на наших серверах То есть на каждом автобусе-троллейбусе установлен жесткий диск, который позволяет хранить информацию до месяца Соответственно, ну скажу честно, мы уже, вот я работаю 4 месяца на предприятии, уже много случаев ДТП и инцидентов Удалось избежать, и я скажу, что они окупили себя эти комплексы уже, наверное, не один раз Ну, например, бывают случаи, когда пассажир падает, не держась за поручень в автобусе или троллейбусе Неважно по каким причинам, виноват водитель или виноват там третий участник дорожного движения Соответственно, если мы не доказываем, что пассажир не держался за поручень, то это вина наша, вина водителя И, как правило, иногда бывает обидно, что мы знаем, что водитель не виноват, да, там человек с большим опытом работы Но доказать обратное не можем Сейчас посредством фото-видео фиксации все это, в принципе, стало намного легче И много случаев дорожно-транспортных происшествий нам удалось уже как раз себя снять, потому что тут вина не наша Где-то пассажир не держался, где-то наоборот были случаи, что пассажир заявляет, что он сломал пятку в салоне троллейбуса Мы, просмотрев, видим, что он не то, что не шелохнулся идеально, провезли пассажира Но, тем не менее, сейчас будем отбиваться в суде, сломать пятку, тем более он никак не мог Денис Пырлок в нашей студии, генеральный директор автотранспортного предприятия Член общественной палаты Кировской области Сделаем перерыв на 15 секунд, нет, на полторы минуты на рекламу и вернемся Особое мнение на 101FM Сегодня это особое мнение Дениса Пырлока, генерального директора автотранспортного предприятия Член общественной палаты Кировской области Мы сейчас про транспорт говорим Есть еще вопрос от слушателей Есть ли планы на обновление автопарка, когда появятся новые автобусы на наших улицах И вопрос еще смежный, это по движению троллейбусов на Луганской Понял, но что касается обновления подвижного состава Опять же, я понимаю сейчас, что все привыкли валить на коронавирус и так далее Но здесь по-другому, наверное, у меня точно не получится ответить По крайней мере, до коронавируса, до конца марта Планы по обновлению у предприятия были четкие Я это озвучивал, как только пришел в автотранспортное предприятие Более того, тогда была надежда, что мы попадем в федеральную программу 60 на 40 По развитию газомоторного экологически чистого транспорта Соответственно, при участии в данной программе 60% государство компенсирует, 40% предприятие покупатель Соответственно, для нас это были шикарные условия И мы готовы были участвовать и готовы были найти средства на приобретение Насколько мы знаем из Министерства транспорта по информации Мы в эту программу не попали Среди 12, по-моему, регионов Соответственно, средств у предприятия Мы только что обсуждали, что дай бог нам на плаву остаться Молчу уже про обновление подвижного става Глобальное обновление Средств у предприятия своих нету Потому что этот год мы закончим в многомиллионные убытки Я думаю, что... Несмотря на поддержку, там и на субсидию вот эту, да? Да, но здесь есть, опять же, небольшая надежда на то, что, как я уже говорил Минэкономразвития все-таки выделит какие-то средства на помощь С предприятиям, да Обновление на средний класс, в принципе, возможно И я буду проговаривать с отделом транспорта в администрации Там такую возможность, по крайней мере, на малый класс На средний класс, я думаю, что средства какие-то мы можем найти Средний класс и малый класс, это что такое, Денис? Сейчас средний класс, это примерно автобусы марки Paz Vector Либо МАЗ-206, 8,8 метра С пассажировместимостью примерно до 70 человек Большой класс автобусов, это которые красные, как мы привыкли в городе наблюдать Нефазы, Лязы Это уже, соответственно, в полтора раза, а то и в два выше стоимость Пассажировместимость до 120 человек Но если учесть, что у нас пассажиропоток не то, что не восстановился К прошлому году неизвестно, когда он еще восстановится То я думаю, что говорить об автобусах большого класса сейчас Смысла нет Будет просто неприемлемо А средний класс, я думаю, что, в принципе, приобрести Именно на экологически чистом топливе, на метане Потому что мы на дизеле сейчас не рассматриваем Уже 21 век, надо двигаться там в ногу со временем Я думаю, что, понимая, когда закончится пик пандемии Будет ли вторая волна Потому что некоторые эксперты говорят, что все-таки ее стоит ожидать В сентябре, в октябре Понимая, когда все закончится Я думаю, что мы до конца года сможем приобрести В каких-то количествах автобусы среднего класса Про большой класс, без поддержки федеральной Я думаю, что будет, ну, с моей стороны, глупо заикаться на сегодняшний день Более дешевые автобусы, я думаю, что можем потянуть А малый класс, вы говорили, малый класс Это пазики? Ну, пазики это и средний, и малый класс Но, опять же, я... Слово пазик как-то... Ну, это такое как бы... Паз евро-2, евро-3 Сейчас все-таки группа ГАЗ и Павловский автобусный завод Достаточно быстро идут в ногу со временем И их автобусы, паз Vector Next 8,8 на топливе метан С задним уровнем пола низким Мне кажется, что это тот транспорт, который, в принципе, на большей части маршрутов города Кирова Можно выпустить Опять же, тут надо понимать, насколько он там будет приемлемый для пассажиров Я думаю, что можно что-то вроде там теста или голосования провести По крайней мере, я у Павловского автобусного завода прошу На опытную эксплуатацию такую единицу Но не знаю, дадут или нет Понятно Если дадут, то к какому примерно времени? Я думаю, не раньше сентября-октября Не раньше сентября-октября Ладно, держите нас в курсе Будем смотреть и троллейбусы на Луганской Что касается троллейбусного движения по улице Луганской Сразу скажу, откуда возник вопрос Да, это история с открытием торгового центра МАКСИ В октябре оно ожидается Не знаю, как по плану, не по плану это все будет Торговый центр достаточно большой Там только парковка, по-моему, вместимостью 1300 автомобилей Ну, то есть, это больше по парковке Вот если судить, это больше, чем парковка Джиммола Можно представить себе, какой там пассажир Не пассажиропоток, а транспортный поток Какой там пойдет по этой улице Да, это пробки постоянные Луганская И так, ну, мягко говоря, не самая проезжая улица Ну, что касается троллейбусного маршрута номер 11 Напомню, что он 4 года назад ровно прекратил свое существование Он был заменен на автобусный маршрут с таким же номером Соответственно, на сегодняшний день, чтобы возобновить движение троллейбусное На этом маршруте, необходимо более 120 миллионов рублей Соответственно, для одного маршрута автобусного Для 5-6 единиц Ну, разделим 120 миллионов на На 5 автобусов На 6 Это получится, что можно электробусы за эти деньги туда поставить И смысла нет линию этого монтировать И ежегодно ее в нее вливать бешеные деньги А убрали контактную сеть? Почему? Ну, точнее, не убрали? Ее полностью не демонтировали Просто когда за эти 4 года происходили серьезные ДТП Ну, в частности, лесовоз снес несколько пролетов Соответственно, ее не восстанавливали Потому что это достаточно затратно Километр контактной сети стоит 400 тысяч рублей Соответственно, никто эти деньги, видимо, не хотел тратить Были серьезные ДТП с большегрузами Тоже, которые сносили опоры И, соответственно, постепенно за 4 года Много пролетов контактной сети Были утеряны Да, не демонтированы А не восстановлены просто должным образом Ну, и, соответственно, тяговая подстанция Которая требует дорогостоящего ремонта капитального Она тоже достаточно недешевое удовольствие Вообще, троллейбусное движение В любом городе, не только в городе Кира Это достаточно дорогая игрушка Соответственно То красивые Красивые, да Но если мы говорим о том, что нужен экологический чистый транспорт То есть газовые автобусы Есть электробусы А если, я еще раз говорю, что разделить на количество троллейбусов по улице Луганской То можно на эти деньги купить электробусы, наверное Или в два раза больше газовых автобусов Соответственно, если мы говорим про экологию То, наверное, эти 5 троллейбусов сильно экологию нам... Картины не сделают, что называется Поэтому эти деньги я бы потратил на обновление подвижного состава Это порядка 10-12 автобусов большого класса На топливе метан Соответственно Ну, есть более рациональное применение этим деньгам То есть целесообразности не видите в этом? У предприятия средств нету, сразу скажу Соответственно, если там выделять из какого-то бюджета Надо понимать, из какого В коронавирусе, опять же, понимание, что не только мы пострадали А многие сферы пострадали И бюджеты не получат своих доходов в нужных объемах Поэтому, ну, я считаю, что, наверное, будет глупо у них эти деньги просить Ну, а самое главное, что есть другое применение им Это... Более рациональное Да, либо закупить на эти деньги троллейбусы, раз на то пошло И на другие маршруты поставить Потому что у нас на сегодняшний день Износ подвижного состава автобусов и троллейбусов достаточно высокий Достаточно высокий, это сколько? По троллейбусам примерно уже где-то к 85% По автобусам где-то, наверное, уже к 90% Да ладно Износ Настолько серьезно все? Потому что троллейбусы покупали в прошлом году 15 единиц А до этого не покупали несколько лет Поэтому срок службы дает осезда А вообще эта история с Луганской и движением общественного транспорта по Луганской Она как-то рассматривается там на вашем предприятии, не знаю, в мэрии, да? Ну, готовится к тому, что откроется огромный торговый объект? Я проблем не вижу То есть как только запускается торговый центр МАКСИ Мы понимаем пассажиропоток Сейчас на маршруте там Там проходит сейчас три маршрута 26-й, 50-й, 11-й Проблем с пассажиропотоком я там не вижу Пассажиропоток на этом участке достаточно низкий Соответственно, если мы понимаем, что нужно увеличить количество автобусов Мы завтра же их увеличим Автобусы у нас есть Автобусы есть в резерве Надо поставить Евро-5, поставим Евро-5 Надо поставить туда газовые автобусы, если кому-то нужно Поставим газовые автобусы, с другого маршрута снимем Ну, то есть я проблем не вижу И из-за того, что там троллейбусное движение То есть обеспечить Луганскую общественным транспортом вполне реально Проблем нет вообще Проблем нет, говорит Денис Парлок, генеральный директор АТП Хорошо, у нас остается с вами три минуты Я бы хотела еще попросить у вас прокомментировать историю С транспортной навигацией Вы, наверное, видели уже, да? Городские активисты Игорь Багин, Анатолий Курбатов Были они у нас в гостях Разместили на двух остановках в городе Может быть, сейчас уже и больше Это была середина месяца Это транспортное агентство и вокзал Схему движения общественного транспорта То есть это вот не расписание, а именно схема Что куда пойдет И, по-моему, ребята в эфире у нас говорили Что они как-то выходили на вас И вы даже нашли общий язык Да, конечно Ну, мы с Анатолием Курбатовым разговаривали на эту тему Мне эта идея безумно нравится Разместить в салонах транспортных средств Данную навигацию мы готовы Единственное, что здесь надо понимать Опять же, я уже говорил до эфира Что будет через полгода Напомню, что через полгода будет новый конкурс А, у нас на год всего разыграны, да? Соответственно, если нужно узнать планы администрации Если будет что-то меняться в действующей маршрутной сети То, наверное, разместив эту информацию И через 4-5 месяцев она станет неактуальна Ну, будет, наверное, не совсем правильно Если большая часть маршрутов Или вообще не будет ничего меняться То, наверное, да, на это можно потратить Немного времени и средств Не так это затратно И разместить в салонах автобусов Но, опять же, у нас сейчас с коронавирусом Много информации Необходимой в салонах автобусах висит То есть, там, различные службы Роспотребнадзор и так далее Рекомендации свои Ну, именно такого медицинско-санитарного характера информации Да, чтобы просто там не было Что-то вроде помойки в автобусе Да, то мы вот пик сейчас там пройдем И я думаю, что обязательно эту навигацию разместим По крайней мере, с Анатолием у нас есть диалог Есть понимание четкое Да, Денис, а это как будет делаться? То есть, на каких-то паритетных началах? Или там ребята договариваются с кем-то, например, Из спонсоров, из бизнеса? Ну, потому что вот разные варианты предлагались Или это предприятие все-таки будет размещаться? Ну, мы пока, честно скажу, не просчитывали Я думаю, что если сумма будет для предприятия неподъемна То будем вместе как-то искать спонсоров Если сумма будет, ну, скажем так, копеечная Потому что понятно, что за размещение нам платить не надо То есть, здесь мы разместим все это бесплатно Это и для нас, в том числе, плюс большой Только изготовление Может быть, найдутся те, кто захочет нам стоимость изготовления там возместить То есть, ну, я здесь проблем не вижу А размещение рекламы чьей-то ведь на этой схеме возможно? То есть, это не запрещено? Да, конечно, поэтому я и говорю, что Ну, так же, как вот мы информационные указатели на остановочных пунктах размещали То есть, там есть реклама от 2ГИ, соответственно, они часть оплачивали изготовления Поэтому проблем не вижу здесь На паритетных началах все это можно сделать Денис Порлок, член Общественной палаты Кировской области Генеральный директор автотранспортного предприятия Программа «Особое мнение» Спасибо большое Денису за комментарии по важным темам городским Я напоминаю, что можно присылать вопросы нашим гостям Мы их подкапливаем к очередной нашей программе Если вопросы еще актуальны, обязательно задаем Программа «Особое мнение» на этом завершается Денис, спасибо еще раз и до свидания До свидания Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok